Более 350 комментариев в нашем телеграм-канале ОМЕДИА СУРГУ-24 собрал новость об объявленной актировке для первой смены. Школьники негодовали, почему при довольно крепком морозе утром дома остались не все. Вопросы в обсуждениях касались того, кто именно определяет, кому в такой холод учиться очно, а кому дистанционно. Некоторые сургутяне предполагали и то, что это могут делать даже журналисты. Мои коллеги уточнили, кто принимает решение. Смотрим. Бывали вообще случаи, когда меняли актировку? А что вы сразу ноете? Раньше все норм ходили и ничего. Куда обратиться? Администрация что там, градусники нагревают, чтобы теплее было? Я бы на месте родителей ребенка не отправила в школу в такую погоду. На крайний случай есть дистант. И проблема это тех, кто пишет, что актировки нет. Мы получаем данные напрямую от единой дежурной диспетчерской службы. Она присылает информацию в 6 часов утра и после 11.30. Мы, к сожалению или к счастью, никакого влияния на эти данные не имеем. Только публикуем информацию, которая нам поступает. Эта информация точная, достоверная. Она публикуется оперативно, но повлиять на решение мы никак не можем. Узнавать достоверную информацию о доктировках можно на нашем сайте ОМЕДИА. В адресной строке нужно ввести indifisnews.ru. Либо в нашем телеграм-канале ОМЕДИА24. В постановлении администрации хантематистического округа еще от 92-го года о работе на слитом воздухе в холодное время года. То есть там постановлением, нормативным актом определено, когда отменяются работы, когда отменяется учеба, для каких там классов. Берется температура, скорость ветра. И на основании определенных алгоритмов принимается решение об объявлении активовки. На основании совместного приказа департамента IT и департамента образования. Все у нас система просто сравнивает данные, которые пришли с постов метеорологических, с теми данными, которые зашиты. Ну и все, соответственно, принимается решение. Автоматически уходит на наши сервисы. То есть можно посмотреть это в нейронной сети ВИКа, можно посмотреть это в цифровообразовательной платформе. Департамент образования принять или отменить просто так тоже ничего не может. Есть соответствующая служба. Такие решения принимаются, как правило, совместно с МЧС. Информация, которая доводится системой, она получается в автоматическом режиме на основе измерения температуры Росгидрометцентра. Точнее, их подразделение расположено на территории автономного округа. Это единственная организация, которая имеет лицензию официальную и поверенные инструменты для измерения температуры. Соответственно, после того, как их система замеряет температуру, она передается в систему окружную. Было ли такое когда-нибудь, что отменяли уже объявленную актировку? На моей памяти такого не было. Было, что к нам обращались, почему вроде объявлена актировка. Но мы опять же смотрели данные, которые поступают к нам с постов. Там все фиксируется, все шаги записаны. То есть мы видим, что температура действительно соответствовала тому, какая актировка объявлена. То есть тут мы проверяли много раз. Отменить, я так понимаю, не было, а вот наоборот добавить какие-то классы было? Там через час или через два? Еще раз говорю, что на моей памяти я такого не помню. Уже с 13 января температура воздуха уже будет повышаться на всей территории округа. И днем уже преобладающая температура воздуха будет минус 9, минус 14 градусов. Ночью минус 18, 23 при прояснениях до минус 28. Пройдет снег от небольшого до умеренного. И такая погода примерно продержится до конца следующей недели примерно. Зима такая вот морозная, что для нас должно быть нормой. Такие морозы на севере это вполне нормальные вещи.